Ребята, привет! Вы на канале Зооком Клуб. Я Евгений Рыбалтовский. И у нас сегодня совершенно замечательный гость. Дмитрий Ткачёв, директор фирмы Бион Центр Украина. Всем привет! Ура! У нас, наконец, международные гости. У нас разговоры серьёзные сегодня, но, наверное, для начала стоит сказать вот о чём. Дима был на американской конференции в Сан-Диего, в Калифорнии. Это была первая конференция, посвящённая герпетокультуре, организованная очень авторитетными людьми в этой области, Филиппом Деважиоли и Алланом Репаши. Это та конференция, куда я не попал, потому что не успел получить визу? Да, это была очень интересная, знаковая конференция. И самые, наверное, популярные презентации, это была презентация Украины и России. Несмотря на то, что презентация России была в записи, она вызвала очень большой позитивный отклик. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу... Я хочу передать Жене привет от организаторов конференции и фирменную футболку Херпетон. Ура! Наконец-то! Наконец-то! Пусть я одел её не на конференции, но вот, вот, я теперь полноправный участник американской конференции Херпетон, куда не попал исключительно из-за долгого получения визы. Но где меня ждали, но я своё слово таки сказал. Правильное слово. Всем понравилось? Сто процентов. Отлично. Слушай, ты приехал, на самом деле, с... Тоже не просто так, не просто в гости, не просто посидеть, поговорить. Это само собой. Но со своими идеями мы с тобой давно друг друга знаем, уже лет 20, наверное, да? Да, не меньше, да. И вот сейчас немножко такое происходит, некое более современное движение. Вот скажи, какие мысли у тебя, какие идеи? С одной стороны, в связи с огромным наступлением цивилизации на природу, в связи со всеми этими негативными последствиями, которые происходят, в связи с глобальным потеплением и другими всеми этими катастрофами, в настоящее время появилось такое понятие, как вид без среды обитания. То есть получается так, что многие виды не имеют места для жизни, а многие виды вымирают, даже не будучи открытыми. Например, это касается ящери с рода Аброни в Мексике, ну и многих других видов. Можно я тебя чуть-чуть перебью? Да, конечно. Ребята, я очень много говорю на эту тему, что сохраняя животных в условиях неволи, мы спасаем их от полного тотального вымирания. В противовес нашему мнению, очень многие сейчас говорят, животное должно жить в природе. Ребята, если вы откроете международную красную книгу, список животных, которые вымирают в мире, выяснится, выясните, уясните себе эту мысль, посмотрите, почему они вымирают. Абсолютное большинство видов, находящихся в международной красной книге, вымирают, строчка такая, причина исчезновения, в связи с утратой мест обитания. Не потому, что их кто-то поймал. Утрата мест обитания. Вырубили лес. Извини, перебил. Да, поэтому вот о чем мы говорили на конференции Херпетон. Мы говорили о том, что частный сектор, то есть в первую очередь разводчики, которые занимаются рептилиями и амфибиями, должны быть в полной мере вовлечены в дело спасения видов. Что для этого нужно? Во-первых, должна быть государственная политика в этой области. Люди, которые разводят мелких рептилий, это единственная альтернатива их вымиранию в природе. Эти люди, первое, должны иметь возможность зарабатывать себе на жизнь, занимаясь тем, что они умеют делать. И второе, или первое, как вы, значит, пожелаете. Естественно, они должны отдавать 50% часть разведенных животных в фонд сохранения этого вида. Ну, мы не говорим там о процентах. Нет, мы не говорим об этом. Но племенное стадо, определенное количество в общий фонд, в мировой фонд. Вот в мировой. Мы говорим, что уникальный опыт из частных разводчиков должен быть использовать. Потому что этот опыт невозможно переоценить. Значит, это с одной стороны. С одной стороны, это признают все. Это была тема конференции, которая происходила в Америке. Все специалисты, я уточню. Нет, так сказать. Не специалисты, говорящие о том, что зверушкам лучше в природе. С другой стороны, как это ни парадоксально, всегда есть отрицательные герои. И злодеев вообще очень любят, как мы знаем. И вот появились организации, общественные группы, которые противостоят вообще идее зоокультуры. То есть животные не должны разводиться в неволе. Мы задаемся простым вопросом. А чем герпетокультура, будучи частью зоокультуры, отличается от аквариумистики? От аквакультуры. Поэтому, значит, наши общие усилия во всем мире должны быть направлены на то, что животные, полученные легальным путем, должны иметь возможность быть разведены в неволе. И они будут обеспечивать этот уникальный генофон, который может быть сохранен и впоследствии выпущен в природе. И мы должны иметь все возможности противостоять таким экстремистским группам. На самом деле, действительно, вот, казалось бы, это громкие слова, но на самом деле, действительно, послушайте, что происходит. Вот этот лозунг «Животные должны жить в природе», который выдвигается организациями, не понимающими, что такое природа. Что я, что Дима, это люди, очень много путешествовавшие по миру и представляющие, что такое природа и что от нее осталось. От нее Мадагаскар сохранил 6% лесов, которые все время теряются и теряются. Пройдет 20 лет, там не останется леса вообще. Более того, вывоз с Мадагаскара практически закрыт, но это не запрещает местным жителям поедать, правильно? Поедать местную фауну, просто включать в обед лучистых черепах, например. Или сжигать леса для своих копейных плантаций. Для того, чтобы это называется посечно-огневое землетелие. Оно до сих пор идет. Оно до сих пор идет. Они используют эти земли, выжженные в течение трех лет. Затем все пространяется по кругу. Эти танцы с бубнами. И действительно, многие животные уже не имеют естественной среды обитания. Они сгорели в этих лесах. Ребята, о каком животном лучше в природе идет речь? Давайте мы сидим в России. Давайте посмотрим сейчас на Сибирь. Что у нас произошло в Сибири? У нас есть комментарии, когда сибиряки рыдают о своих животных. Говорят, наши животные тоже любили жить в природе. Чем это кончилось? Это печально. Мы начинаем проект, который называется Responsible Herpetoculture. Или ответственная герпетокультура. Ответственная терроримистика. Которая будет объединять людей, которым интересно, небезразлично сохранение редких видов. Многие из нас прекрасно научились разводить. Мы теперь хотим направить их умения, их опыт на дело сохранения видов. То, что мы называем герпетокультура, должно трансформироваться в зоокультуру. Вот передо мной Евгений Рыбалтовский. Они вместе с Мариной Рыбалтовской ведут канал Zoocom, которая рассказывает о разведении, содержании видов, многие из которых уже нельзя сохранить в природе. Это не только рептилии, это интересные млекопитающие редкие. Поэтому такие уникальные специалисты, эксперты могут сохранить этих животных, создать методики их разведения. Поэтому я знаю, что у Zoocom 80 тысяч подписчиков, или сколько сейчас? Ну, около 90 тысяч. Около 90 тысяч подписчиков. Я призываю этих подписчиков поддерживать проект. Поддерживать проект всеми способами, в том числе и подпиской. И я думаю, что если мы приедем, то мы сумеем показать много интересного. Потому что, честно говоря, фирма Бион, это не просто фирма. Это огромная разводня различных животных. В первую очередь рептилий, но в том числе и млекопитающих. Огромная, одна из крупнейших в Европе разводня редких и интересных животных. Я прав? Да, спасибо. Это очень здорово. Общение это дает очень много. В настоящее время, благодаря современным средствам связи, социальным сетям, все могут делать интересные стримы онлайн, вебинары, конференции. И я думаю, что это те интересные возможности, которые могут получать как подписчики Zoocom, так и подписчики будущего проекта Responsible Herpetoculture, о котором мы будем рассказывать. Ты знаешь, вот интересную вещь я хочу сказать еще. Может быть, кто-то скажет, что я немножечко преувеличиваю. На самом деле нет, ребята. Мы, говоря о том, что мы действительно пытаемся сохранить биоразнообразие планеты, вы поймите очень простую штуку. Биоразнообразие планеты включает и человека тоже. Мы тоже относимся к биоразнообразию. Если мы сделаем так, что мы уничтожим все живое, то нас тоже не будет. Мы этого еще не понимаем. Вот специалисты начинают это сейчас понимать. И вот то, что мы сейчас делаем, это шаги к сохранению нас же самих. Как бы глупо и смешно это не звучало. Если исчезнут все амфибии, рептилии, млекопитающие и птицы, мы исчезнем следом за ними. Ребята, давайте себя тоже немножечко полюбим и побережем. Это первые шаги, которые надо сделать для того, чтобы нашим внукам, правнукам, пра-пра-пра-пра-правнукам сохраниться на этой земле. Все в этом мире взаимосвязано. Все начиналось с уничтожения лесов в Бразилии. И только за один последний год площадь льдов в Арктике сократилась на 18%. Год. Только за год. Вы можете себе это представить. И никаким правительствам, зоопаркам, организациям нет дела до мелких видов. Этим могут заняться только разводчики. И мы должны об этом говорить. Мы должны об этом заявлять. И если мы можем это сделать, никто другой не сможет просто с этим справиться. Ну, то, что я говорил как раз на герпетоне, что мы являемся последним оплотом для невероятного количества видов. Мы, правда, последний барьер, который это сдерживает. Считайте, что это надумано, считайте, что это высосано из пальца, что мы... На самом деле нет. Это правда. У вас же есть канал уже? Да, у нас есть свой канал Биона. Но мы хотим создать отдельный проект, который называется Responsible Heropita Culture. Ответственная терроремистика, в котором смогут участвовать все. Но давай для начала, все-таки у вас есть канал Биона. Мы ссылочку к каналу Биона сделаем, чтобы все могли пройти, посмотреть, что Бион интересная организация. Очень интересная организация. Очень непростая организация. Ну, вместе с тем понравится многим. Хорошо. Я думаю, что мы в обязательном порядке съездим в Украину. И при возможности будем распространять эти идеи везде? Ну, мы не при возможности. Мы их распространяем, собственно, уже давно. Наш канал занимается именно этим. Если мы объединяем свои силы, если мы делаем общий проект, то как бы это дает возможность максимальному количеству людей это увидеть. И участвовать в этом. Да, и присоединиться к нам. Ну, да, друзья, похоже, без общественного мнения, без участия всех мы все проиграем. Я думаю, что в ближайшее время мы вместе сформируем тот пакет действий, который может быть реально полезным и интересным вам. Вот так. Спасибо вам большое. Спасибо всем. Пока-пока. Пока-пока.